Человек великой смуты Николай Щерц. Так назвали свой фильм его создатели. На сбор материала и монтаж, рассказывают, ушло больше полугода. Съемки проходили в разных областях России, а также на Украине, где 25 мая 1895 года в поселке Сновск Черниговской губернии и родился Николай Щерц. Этот фильм, я думаю, позволит лучше узнать историю своей страны современным россиянам и современным жителям Украины. Узнать историю человека, который всю свою жизнь мечтал жить на свободной и независимой Украине. Но служба сложилась так, что он похоронен здесь, на Самаре. Могила Щерца находится на Самарском городском кладбище. Но, согласно истории, 30 августа 1919-го убит он был на Украине. Точного ответа, от чьих рук он погиб и как тело командира 44-й стрелковой дивизии Красной армии оказалось за тысячи километров от места гибели, до сих пор нет. Хорош. Действительно хорош. Какая же паза, не вольня загуляет. Щерца убили! Щерца убили! Ответ на этот вопрос долгие годы пытается найти и родственник Щерца, его внучатый племянник Александр Дроздов. Для меня, вот с подачи автора фильма, ну вот возник такой, знаете, внутренний порыв позаниматься этим основательно, покопаться еще в архивы. Потому что где-то есть эти ответы. Надо найти. Почему он оказался в Самаре похороненным, да? Что его связывало с этим городом и так далее. Но то, что сделано, с моей точки зрения, это абсолютно нового уровня исследования в жанре документального кино. Над созданием фильма работали более 30 человек, включая актеров. Это мастера реконструкций исторических событий, жители Самары и Тольятти. В картине использованы как архивные съемки, так и постановочные. Создатели фильма планируют передать его копии в некоторые музеи Самарской области. Посмотреть картину можно будет и на телеканале «Самара ГИС». Павел Баймаков, Станислав Левин. События.